Доброго дня, дорогие ученики! Здравствуйте, уважаемые родители! Меня зовут Меджида Вельзия Губовна, я руководитель театральной студии «Ангажемент», школа номер 14-20, 12-й корпус. Этот видеоурок я хотела бы посвятить младшей группе, это учащимся начальных классов и дошколятам. Сегодня я покажу несколько упражнений для развития мелкомоторики. Думаю, взрослые точно знают, что мелкомоторика напрямую связана с развитием речи ребенка и взрослого человека. Так вот, у нас эта история заложена очень инстинктивно. Мы с детства любим что-то лепить, нам нравится песок, мелкие частицы, нам нравится собирать конструктор, рисовать, то есть выполнять мелкие-мелкие действия. Так вот, те упражнения, которые я вам сегодня покажу, они помогут нам держать в тонусе наши кисти, рукой нашу моторику. Итак, вы готовы? Начнем. Для начала, пожалуйста, уберите одну руку за спину, у меня это будет левая рука. Далее, правой рукой мы выполняем четко три команды. Рука, ребро, ладонь. Для удобства можете сесть за стол, я сейчас показываю это сидя на стуле. Итак, вы готовы? Начинаем. Четкая команда. Рука, ребро, ладонь. Еще раз повторяем. Рука, ребро, ладонь. Еще раз повторяем. Рука, ребро, ладонь. Вначале ребенок может путаться и делать эти команды не совсем четко, то есть рука может, но она же думает, как ей двигаться. Пожалуйста, не торопите его, попросите, чтобы он выполнял это очень медленно, не торопясь. Когда у него это получится, ему даже это понравится, и он начнет делать это более быстро. Рука, ребро, ладонь. Рука, ребро, ладонь. В этот момент, когда у него будет получаться, пожалуйста, следите, чтобы у него не было чрезмерного азарта, а главное, чтобы это все было четко. Четкий команд. Рука, ребро, ладонь. Рука, ребро, ладонь. Рука, ребро, ладонь. После того, как мы научились это делать правой рукой, переходим на левую. То же самое. Начинаем с медленного темпа. Рука, ребро, ладонь. Рука, ребро, ладонь. Рука, ребро, ладонь. Когда мы научились делать это левой рукой, берем обе руки, ставим перед собой Также вначале в медленном темпе, а потом в быстром Рука, ребро, ладонь, рука, ребро, ладонь, рука, ребро, ладонь и ускоряемся Пожалуйста, выполняйте это упражнение Кто-то может быть 10 минут, кто-то 15 Повторять его можно сколько угодно раз И это очень хороший способ занять ребенка Допустим, если вы находитесь где-то в общественном месте Пожалуйста, вспомните рука, ребро, ладонь Я думаю, сразу же мозги будут заняты мелкомоторикой Далее мы переходим к второму упражнению Оно называется кольцо Мы берем правую руку, левую убираем за спину И из наших двух пальцев большого и указательного формируем колечко И далее подсчет мы сменяем пальцы от указательного к мизинцу То есть мы их прилагаем к большому Делаем это вот так Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Мы начинаем с мелкого темпа Раз, два, три, четыре Далее мы ускоряемся, естественно Опять-таки дайте ребенку время, чтобы он это сделал И следите, чтобы когда у него появится опять-таки быстрый темп Чтобы пальцы не путались, допустим, среднее, потом безымянное, потом указательное Чтобы четко были Раз, два, три, четыре По порядку эти пальцы Дальше можно в обратном порядке Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре То есть мы усложнили эту историю После того, как мы это все сделали правой рукой Переходим на левую руку То же самое Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Когда мы приноровились к левой руке Берем обе руки и начинаем Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре И обратно пошли Это упражнение также займет минут, наверное, 15-20 Не торопите ребенка, когда ему понравится, вы его не сможете остановить. Третье упражнение, оно называется колечко. Ой, оно называется уже цепочка из колечек. Так вот, мы с вами научились делать колечко. Теперь мы формируем из двух колец цепочку. Мы уже берем изначально две руки. Смотрите, что мы делаем. Мы разъединяем цепочку. Раз. И соединяем ее. Два. Разъединяем. Три. Соединяем четыре. То есть, в чем принцип? Мы берем два кольца. Это большие, большой и указательный пальцы. Вот мы их соединяем. Когда мы их разъединяем, то касаемся уже большого пальца следующими, средними пальцами. Соединили в цепочку. Разъединили. Безымянные. Соединили. Разъединили. Соединили. То есть, в начале мы их соединяем в цепочку. И разъединяем уже касаемся других пальцев. В цепочку разъединяем следующие и в цепочку. Это упражнение будет уже более трудоемким и затратным. Его можно делать не один день. Если не получается сразу, можно перейти на второй-третий день. Но опять-таки его нужно выполнять после первых двух. И четвертое упражнение туда добавляется координация. Это ладушки. На первом занятии я всем детям даю упражнение с ладушками. На самом деле это очень простой способ. Но не каждый ребенок может им владеть в совершенстве. Это нормально. Поэтому, пожалуйста, для начала поиграйте с ребенком в ладушки. Элементарно. Хлопок, две руки. Правая, левая. А потом вы можете добавлять скороговорку. Моя любимая скороговорка, которая очень хорошо еще помогает с ассоциативным мышлением, называется «белый снег, белый мел». Пожалуйста, прослушайте. Белый снег, белый мел, белый заяц тоже бел. Только белка не бела, белой даже не была. Ссылку на эту скороговорку я оставлю чуть ниже. Я делю ее на две части. И мы начинаем учить первую часть. Белый снег, белый мел, белый заяц тоже бел. Когда дети выучили первую часть, переходим ко второй. Только белка не бела, белый даже не была. Потом соединяем все это вместе. Если эта скороговорка покажется сложной, мы можем взять скороговорку чуть проще, очень известную. Допустим, мама мыла милу с мылом, мила мыла не любила. Мама мыла милу с мылом, мила мыла не любила. Пожалуйста, для начала овладите в совершенстве техникой ладушек, а потом мы уже можем на эту технику накладывать речи скороговорки. Сегодня я показала вам 4 упражнения. Они очень занимательные. Ими можно занять ребенка в любом месте, в любое время. И самое главное, они очень продуктивные и полезные. Спасибо вам большое за внимание. До скорых встреч!